Японская промышленность под ударом хакеров, один из компьютеров аэрокосмического агентства JAXA, оказался рожен неизвестным вирусом, в результате активности которого наружу утекли важные данные. В Фейсбуке совсем скоро зарегистрируются миллиардные пользователи. В достижении столь внушительной цифры Фейсбуку помогут Индия и Бразилия, где ежедневный прирост пользователей на данный момент максимален. Всем привет! Вы смотрите Гаджиотаж. Все самое интересное и захватывающее в безграничном мире электроники и программных продуктов. Ну а я, Егор Погорелов. На протяжении последних выпусков мы не раз рассказывали вам об умных девайсах, умных телевизорах, пылесосах, холодильниках. Даже умные линзы от Microsoft не остались незамеченными. Сегодня компания Samsung подбросила новость об еще одном разумном устройстве. Речь идет о Samsung Smart Window – умное окно. Разработка наполнила многим экспертам о фантастическом триллере «Особое мнение» и позволила заглянуть в недалекое будущее, когда такое устройство и впрямь действительно сможет заменить обычные окна. Samsung Smart Window представляет собой сенсорный, полностью прозрачный 46-дюймовый дисплей с разрешением 1366 на 767 точек. С помощью прикосновения руки можно с легкостью менять окружающий пейзаж по собственному усмотрению. Для наших широт вообще самое «но». Умное окно позволяет с помощью приложения электронной жалюзи регулировать интенсивность поступающего в комнату света вплоть до полного затемнения. Можно также использовать его в качестве зеркала. Сколько же энергии будет забирать такой девайс, спросите вы. Отвечу, все не так плохо. Благодаря частичной подпитке от солнечной энергии умное окно расходует лишь десятую часть энергии, потребляемой обычным жидкокристаллическим дисплеем подобного размера. Дата начала продаж пока неизвестна, так же как и цена. Довольно странное, но вместе с тем весьма заметное устройство представляет компания Toshiba. Я говорю о водонепроницаемом планшете, заряжать который можно прямо в воде. Каким бы странным это ни казалось, но разработчиков, похоже, всерьез посещают мысль о том, чтобы сделать возможным хранение своего планшетного компьютера, например, в аквариуме. Вот и на стенде Consumer Electronics Show устройство лежало в заполненном водой аквариуме, а на его экране воспроизводились ролики с записью подводного мира. Правда, стоит отметить, что вокруг него не плавали живые рыбки. Причем это устройство могло заряжаться без всяких проводов, даже будучи погруженным в воду. Очевидно, что этот девайс создан не для того, чтобы сделать свой аквариум самым красивым и уникальным. Планшет предназначен для людей, часто работающих у воды. С таким планшетом можно не беспокоиться о его работоспособности при слиянии с водной стихией. Разумеется, больше всего внимания привлек даже не сам планшет, а скорее беспроводная зарядка. Рынок уже давно ждет появления такого устройства для массовых продаж. Хакеры наносят очередной удар. На этот раз досталось космической отрасли Японии. Официальные представители японского аэрокосмического агентства JAXA сообщили о том, что один из компьютеров ведомства оказался заражен неизвестным вирусом. В результате активности которого наружу утекли важные данные. Среди которых, кстати, информация о космическом грузовике HTV-2. Он используется для поставки важнейших грузов на Международную космическую станцию. Взломщики сработали профессионально. Уже около суток японские программисты не могут понять, каким образом вредоносный код попал на их хорошо защищенную машину, а также в каком направлении утекли данные. К злоумышленникам в руки, кроме пароля и электронных адресов, попали сведения о спецификациях и программе полета HTV-2, запланированной на июнь этого года. Примечательно, что та же самая грузовая станция уже попадала в поле зрения службы информационной безопасности агентства. В августе прошлого года на компьютере был обнаружен другой вирус, который также собирал среднее и свал их наружу. Тогда было принято решение усилить меры безопасности, усложнить и сменить основные коды доступа. Но, как видите, для профессионального хакера эти меры сюрпризом не оказались. А сейчас новости с цикла данные о великой и ужасной социальной сети. Речь, конечно, о Фейсбуке. Дело в том, что уже совсем скоро будет поставлен немыслимый рекорд. По прогнозам аналитической компании iCrossing к августу этого года, общее количество пользователей на Фейсбуке наконец-таки достигнет одного миллиарда человек. Как считают аналитики, такая цифра обусловлена высокой популярностью сервиса в США, а также неугомонно растущему интересу Фейсбук на территории Восточной Европы, Южной Америки и Африки. По состоянию на сентябрь 2011 года количество активных пользователей социальной сети составляло немногим более 800 миллионов. Причем ежедневно в Фейсбук заходит более 400 миллионов человек. Согласно данным сервиса, количество активных пользователей мобильной версии составляет уже более 350 миллионов человек. Сейчас на территории Европы и Северной Америки количество ежедневных регистраций в социальной сети несколько падает, из-за того, что большинство пользователей уже имеют свои аккаунты в Фейсбуке. Тем не менее, положительная тенденция роста, скорее всего, придется на долю Индии и Бразилии. Пользователи из этих стран составляют в социальной сети 3,16% соответственно. По предварительным подсчетам, миллиардные обитатели Фейсбука зарегистрируются на сайте соцсети 12 августа. Интересно, как в самой компании отметят столь заметного пользователя. Пока же умы менеджеров и главы Фейсбука Марка Цукерберга заняты прежде всего предстоящим выходом на IPO. Источник сайта allthings.com сообщил, что долгожданное публичное размещение акций в Фейсбук может произойти на третьей неделе мая. Это означает, что компания передаст свои документы IPO в течение февраля, так как рассмотрение ценных бумаг на бирже, как правило, занимает около 3-4 месяцев. Как ожидается, IPO в Фейсбук принесет приблизительно 10 миллиардов и станет наиболее крупным в истории веб-проектов. По некоторым оценкам, стоимость акций компании на сегодняшний день может достигнуть 100 миллиардов долларов. С начала нового года не утихают слухи о презентации и выходе в широкую продажу долгожданного третьего iPad. Как кажется, основные слухи уже почти полностью подтвердились. Если раньше различные техноблоги, говоря о датах выхода третьего яблочного планшета, ссылались лишь на неназванные источники, то теперь информация более основательная. Так, сегодня ее передает авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к руководству Apple источники. По информации Bloomberg, iPad 3 поступит в розничную продажу уже в марте. iPad 3, по данным журналистов, уже запущен в производство. Компоненты для устройства выпускают азиатские компании, партнеры Apple. Сборкой планшетов по традиции занимается тайваньская Foxconn Technology Group. А на полную мощь производство iPad 3 будет развернута якобы уже в феврале. Некоторые характеристики долгожданного гаджета также известны. От предыдущих моделей новый iPad будут отличать более высокое разрешение экрана, четырехъядерный процессор и поддержка сетей четвертого поколения LTE. Этот девайс будет первым мобильным устройством от Apple, выпущенным после смерти основателя компании Стива Джобса. Джобс ушел из жизни в возрасте 57 лет на следующий день после выхода в свет iPhone 4. Ну а на этом пока все. Будьте на шаг впереди. Смотрите «Гаджиотаж», кстати, завтра в то же самое время. Пока.